На этой неделе сама природа приходит на выручку Норьинмару. На некоторое время синоптики прогнозируют похолодание. В девяти населенных пунктах округа появятся оборудованные ФАПы. Первый в деревне Чижа. Акционерное общество ВИТО отметило 80-летний юбилей. О том, как зарождалась молочная промышленность в округе, расскажем подробнее. Не справились с обязанностями. По итогам оперативно-профилактической операции «Семья» наказаны родители несовершеннолетних детей, состоящие на профилактических учетах. От добра добру быть. Ученики начальных классов школы-поселка Искатели приняли участие в благотворительной акции. Как создать сильную команду, рассказала в эти выходные психолог и коуч-тренер из Санкт-Петербурга, лидером объединения Ненинского округа. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Весенние дороги на Рьенмар – одна из самых актуальных тем этой и, скорее всего, нескольких последующих недель. Вчера обсуждали проблему уборки городских улиц и дворов и на губернаторской планерке с участием руководителей профильных департаментов первых лиц Заполярного района и города. Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский обратил внимание ответственных лиц на уборку снега в жилых микрорайонах. Я думаю, что мы делали слишком сильный упор на центр города. Тем не менее, вам надо не забывать, что у нас не только в центре проблемы, обращаются люди. Проблемы, они по всеми сотрудниками, с авиаторов. Надо смотреть, чтобы был доступ, самое главное, ко всем объектам для всех наших специальных служб, скорой помощи, пожарных. Ну и не забывать о том, что у нас не только в центре города сосредоточена жизнь. Мэр Нарьинмара Олег Белак пояснил, что такая работа проводится в особо труднодоступных отдаленных микрорайонах города, например, в Мирном. Наша же съемочная группа сегодня отправилась в вторую Кармановку или микрорайон Городецкий, чтобы обратить внимание специальных служб, занятых на уборке снега, на проблемы этого жилого района. Там действительно сложилась непростая ситуация, и мы надеемся, что нас услышат и помогут. Михаил Ануфриев, житель Кармановки. Вот уже пять дней он не может выехать из дома на своем автомобиле. Говорит, вчера сосед пытался. Вот в сугробе часть от его поддона. Так, скорая. Какая тут скорая заедет? Вот сами-то видите, что творится? Вон колея какая, глубоченная. Какая скорая тут заедет? Мало ли кому, плохо станет ли еще что-то. Тут вообще проблема. У нас по красной тоже то же самое. Сейчас трактор пробежался один раз. Один раз прошел, ножиком сгреб тут и все. А что долго-то? Сложно все это дело. Ну, это каждую весну такая маята у нас. Пенсионеры, которые живут в этом районе, лишний раз стараются из дома не выходить. Только в случае крайней необходимости. Выбирать не приходится либо автомобиль в ремонт, либо сам в травмпункт. Очень хорошо. Вчера все датчики АБС и все прочее пооборвал. В ремонт ездил. А вообще зимой этот трактор тут был вообще? Да редко. Три раза в этом году. Я на пенсии, я все время дома. Вот три раза я считал. Надо отметить, городские службы работают в усиленном режиме. Задействованы все возможные единицы техники. Привлекают и сторонние организации. Но справиться со всем объемом работ нынешнего весеннего сезона, к сожалению, не получается. Зима была снежной. В этом году в Нарьинмаре выпало уже на 40% осадков больше, чем в предыдущем году. В этом году мы уже только за последние три дня около 500 кубов. Сегодня работало на улице Ненецкой, где у нас перекресток, пять машин. Но смысла никакого не отработали там полдня. Понижения уровня никакого не произошло. На некоторое время синоптики прогнозируют похолодание. Главное не упустить эту возможность. С сегодняшнего дня уже будет понижение температуры через ноль, минус три. И в следующей неделе все будет минусовая температура. Мы постоянно проводим рабочие встречи по как выездной, так и у нас в департаменте. Задача поставлена, что как только пойдет промерзание, скопление воды будут вывозить лед, который будет образовываться, чтобы сразу вывозили, а не оставили его на полное промерзание. Помимо рекордного количества осадков, выпавших в этом году, Валентина Саутина отметила еще одну причину сложившейся ситуации. Недостаточно снега в зимний период было вывезено с городских улиц и дворов за пределы города. Необходимо также отметить, что уже началась и активная подготовка к прохождению паводка на территории региона. Ледоход в Наринмаре ориентировочно пройдет 29 мая. Уровень воды ожидается не ниже отметки 600 сантиметров. Критическим для города является 620 сантиметров. Тогда подтоплению подвергаются некоторые микрорайоны города. Напомним, что в прошлом году паводок достиг 381 сантиметра. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В деревне Чижа Канинского сельсовета в этом году планируется возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта жилым помещением. Населенный пункт вошел в число 9 сел, определенных департаментом здравоохранения Ненинского округа, в которых папы будут возводиться в первую очередь. Кроме того, в муниципалитете планируют капитальный ремонт здания Дома культуры и строительство жилья для оленеводов. Возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Чижа запланировано на текущий год. Здание будет состоять из двух зон с отдельными входами – общественной и жилой. Как считают в Канинском сельсовете, такой вариант поможет решить и кадровый вопрос, так как жилье для приезжего специалиста уже предусмотрено. Актуальным для муниципалитета остается и строительство нового здания Дома культуры. Дом культуры у нас достаточно старый, конечно бы нам хотелось новое здание, помещений нам не хватает, но учитывая, что у нас сейчас две крупных стройки идет, вернее одна стройка идет, вторая планируется, поэтому мы подождем. Возможно, настанет тот счастливый год, когда нам новый дом культуры построят, пока мы обойдемся капитальным ремонтом. Особенно остров в Канинском сельсовете стоит вопрос обеспечения жильем оленеводов. В очереди 28 человек. Девять из них планируется обеспечить жильем уже в этом году. Земля для строительства домов в селе Несь подготовлена, подрядчик тоже определен. Квартиры для оленеводов подрядчик готов начать строить в этом году. Он строит на свои денежки. Когда жилье будет полностью готово, под ключ, оно будет выкупаться. Муниципалитет? Да, нет, не муниципалитет. Оно будет выкупаться департаментом строительства. И затем уже будет перераспределяться среди оленеводов. А в Приморско-Куйском сельсовете в этом году очередь из числа оленеводов на жилье будет закрыта. По словам главы муниципалитета Виктора Таратина, дома уже построены и в ближайшее время будут распределены. Тем временем, среди проблемных вопросов для сельсовета остается ликвидация несанкционированных свалок. В нашем сельсовете на сегодня три судебных решения. Одна по ликвидации свалки жидких бытовых отходов в поселке Красный и по свалке в Куево-Сколково. На сегодня мы готовы проводить торги по Красному и будем ликвидировать эту свалку до 1 сентября 2019 года. Пукои у нас отстрочка до следующего года и по Осколково в этом году мы тоже должны ликвидировать несанкционированное место размещения отходов. Что касается благоустройства территорий, в поселке Красное продолжится обустройство зоны отдыха, начатой в прошлом году. Напомню, Приморско-Куйский сельсовет стал участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого до 2024 года на благоустройство муниципалитета будет выделяться ежегодно до 3 миллионов рублей. Александра Люткова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Акционерное общество «ВИТО» отметило 80-летний юбилей. Окружная заготовительная контора «Маслопрома» была создана 9 апреля 1939 года решением Президиума Окрисполкома Ненецкого национального округа. С этой даты молочная промышленность округа начала свой путь. Этапы развития предприятия, которые за 8 десятков лет проделала путь от заготконторы до маслозавода, а затем до современного производства, вспомнили на торжественном вечере. Галина Михеева всю жизнь посвятила работе в акционерном обществе «ВИТО». В 1964 году после окончания Ювельского училища стала работать лаборантом, затем мастером. А уже после окончания Московского механико-технологического техникума получила должность начальника производства. Работа была тяжелая. А что у нас с маминами у нас? Работа была тяжелая. Фляги таскали, и лед долбили, и уголь. Работали, как говорится, с требованием времени. Какое было время, так и работали. Сейчас мы очень рады, что облегчены условия труда, более всего культурилось. Мы только этому рады. Практически мы строили историю предприятия. Она через нас вся прошла. Молодые девушки приезжали с разных уголков нашей необъятной родины. Так и Нина Поздеева. Родилась и училась в Коноше. Позже окончила Вильское училище и уже в 1957 году переехала в Наринмар. Работали, работали. Я-то еще приехала, работали. То мы еще вручную, на сепараторных. Ой-ой-ой. Крутили сепаратор. Работаем, работаем. Молоко обрабатываем. Время 4 часа утра. Доярки идут. Коров дает, а мы еще на работе. Акционерное общество ВИТО начиналось с маслопрома. А уже после войны получило большое развитие молочной промышленности. Стали появляться новые технологии. Молодые девушки направлялись на учебу в фабрично-заводское училище и возвращались на Наринмар уже с богатым запасом знаний. Сегодня замечательные события в Нениском автономном округе. Мы участвуем ветеранов, тружеников акционерного общества ВИТО. В 1939 году было организовано это предприятие. Предприятие пережило много перемен. В 1939 году это довоенный период. Потом военный период. И работа не из легких условий заполярья. Это очень тяжело. И эта работа тяжелая, выпала на хрупкие плечи женщину. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею ВИТО, собрались ветераны труда. Все, кто стояли у истоков создания предприятия. В их адрес со словами благодарности выступили представители власти. Пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, благополучия. Выразить признательность и слова глубокого уважения за ваш многолетний добросовестный труд в сфере развития перерабатывающей промышленности, благодаря которому мы сейчас можем, каждый житель округа, видит на прилавках эту замечательную продукцию. Я сам ее лично покупаю и предпочитаю другим производителям. Это вкусно, полезно и, главное, натурально. Спасибо вам. Ветеранов труда акционерного общества ВИТО нагрозили почетными грамотами и благодарственными письмами. В Ненецком округе 8 родителей привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Еще трое за то, что их дети были пьяны. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Семья», проведенной сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Нарьинмара и Заполярного района. В рамках оперативно-профилактической операции были проверены семьи и несовершеннолетние, состоящие на учетах, а также те, кто попал в поле зрения полицейских впервые. Всего участниками рейда выявлено 9 детей до 7 лет, родители которых решили весело провести время в компании с алкоголем. Дети были доставлены в Ненецкую окружную больницу и помещены в детское отделение, как безнадзорные. В основном эти факты были выявлены в связи с тем, что их родители злоупотребляли спиртными напитками. Так, 19 апреля около 24 часов на Лаевожской дороге сотрудниками ГИБДД была остановлена машина, в которой находились две пьяные женщины. И с ними в машине были трое несовершеннолетних детей. Возраст детей 3 года, 2 года и 9 месяцев. Тем же вечером в общественных местах без сопровождения взрослых выявлено 6 подростков, двое из которых находились в увеселительных заведениях. Подростки переданы под расписку родителям и законным представителям. Таким образом, к административной ответственности привлечено 8 родителей по статье «За неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Еще трое привлечены к ответственности за нахождение их детей в алкогольном опьянении. Мы должны понимать, что если сами вот эти семьи, находящиеся на учете у органов правопорядка, не задумаются над тем, что надо изменить жизнь к лучшему, конечно, очень сложно изменить что-то в жизни как самих родителей, так и их детей. А отсюда, конечно, зависит и будущее этих детишек, и будущее положение, социальное положение нашего региона, нашей страны в целом. Профилактические рейды обычно проходят внезапно и позволяют увидеть, как живут семьи, которые находятся в социально опасном положении. О том, что семья именно такая, комиссии по делам несовершеннолетних, становится известно из разных источников. Что касается протоколов в отношении пьяных родителей, их количество по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось на два. У нас ведь сообщают, не только мы выявляем в рейдах, у нас же и соседи сообщают зачастую, звонят в полицию и, соответственно, приезжают, проверяют, и действительно есть. У нас детские сады сообщают, у нас иногда родители приходят в состоянии пенения за детьми в детский сад, либо вообще не приходят. То есть случаи теперь стали фиксироваться, и от этого у нас такая картина получилась по правонарушениям. Участники операции проводили профилактические беседы как с подростками, так и с родителями и законными представителями. В настоящее время в окружной полиции в отделе по делам несовершеннолетних состоит 25 семей и 101 несовершеннолетний. Работа, направленная на снижение уровня семейного неблагополучия и социального сиротства на территории округа, будет продолжена. Ученики начальных классов школы-поселка Искатели приняли участие в благотворительной акции по сбору корма для подопечных пункта временного содержания безнадзорных животных. В рамках весенней недели добра ребята не только собрали лакомства для четвероногих, но и приехали к ним в гости. О маленьких детях с большим сердцем расскажет Ирина Никешина. Привлечь внимание гостей четвероногие пытаются всевозможными способами. Те, что постарше, лают и виляют хвостом. Самые маленькие плачут, словно дети. Для каждого из них приход незнакомцев как шанс понравиться и обрести семью. Возможно, так и произойдет, ведь сегодня в гости к питомцам пришли дети. Мы принесли кошачий и собачий корм. Мне мама помогала. Мы участвовали в конкурсе вот в этом. Любишь животных? Очень. А дома есть у тебя тут? Нет, но я маму прошу. Ну как ты думаешь, что больше всего хочется бездомным животным? Ласки, любви. Больше, наверное, любви к себе. Чтобы их гладили, кормили. Чтобы их взяли в семью. Мечтает о четвероногом друге и Захар. Сегодня вместе со своими одноклассниками он пришел навестить бездомных животных. Может быть, ты хотел бы взять собачку, кошечку? Да. Которую сегодня присмотрел? Да. Кого присмотрел? Собаку. Щенка. Но мне не разрешают говорить, что я не буду ухаживать. Но я все равно хочу. Но ты готов к такой ответственности взять животное и ухаживать за ним? Да. Как ты думаешь, чего больше всего не хватает бездомным животным, которые в приюте живут? Своей семьи, родных. Чтобы немного скрасить будни бездомных животных, ученики начальных классов искательской школы принесли четвероногим различные лакомства. К благотворительной акции по сбору корма для животных присоединились и воспитанники детских садов. Активно откликнулись детки и родители, и учителя. Детский сад, сказка, по-моему, Аннушка, простите, если я ошибусь, да, это возле Сбербанка. И сегодня еще позвонили буквально по пути сюда. Забыл, как называется, возле хлебозавода садик. Значит, они тоже собрали корма, но я после обеда только заберу. Шестая школа, вторая школа, вот буквально утром принесли тоже пакет с кормами. И там еще кто-то инкогнито принес большой пакет корма. Устроить каждого питомца в семью – задача сложная. Сюда животные попадают в любом возрасте и по разным причинам. Подобные акции отчасти призваны показать подрастающему поколению, что животные – это не игрушки. И за тех, кого мы решим приручить, нужно нести ответственность. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В региональном центре молодежной политики прошел семинар «Лучшие методики для организации сильной команды». Он собрал руководителей и лидеров объединений Ненецкого округа. Участники семинара получили знания, которые будут полезны на любом уровне управления, независимо от опыта. Базовыми навыками сокружной молодежи поделилась психолог из Санкт-Петербурга, создатель авторских программ личностного роста Анастасия Хищенко. Здесь дается база и наше предложение о планировании организации, мотивации и контроле. И, соответственно, ребята учатся тому, как выстраивать правильные процессы и давать эффективную обратную связь. Также мы рассмотрим вопрос эффективного общения, как предотвратить конфликт в коллективе, а еще, соответственно, как работать с специальным выбиранием, потому что участие является таким большим. В семинарии «Эффективный руководитель» приняло участие 14 человек. Несмотря на то, что участники представляли коммерческие и некоммерческие государственные организации, им удалось создать условия для обмена опытом. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...